Информация в данном видео представлена в виде моих рассуждений и предположений и практических рекомендаций несет мало. Очень много негативных комментариев читаю под моими видео и на других каналах о поверке газовых счетчиков. Большинство пользователей природного газа уже столкнулись с этой процедурой. Поверкой, не проверкой, не путайте, газовая счетчика раз в 6, 8, 10, 12 лет. Такие диапазоны, межповерочные интервалы устанавливают разные производители. Поверка, простыми словами, это операция, подтверждающая, что ваш прибор показывает точно. За определенное время происходит естественный износ механизмов, возможно какие-то загрязнения и показатели, возможно, будут отличаться от эталонных. Теоретически, что касается газового счетчика, то методика поверки заключается в пропускании определенного строго фиксированного объема воздуха и фиксации соответствующих показателей счетного механизма. Звучит вроде бы все неплохо, но по мнению некоторых людей, решивших разобрать счетчик, который не прошел поверку, вот они считают, что внутри там особо изнашиваться нечему и что счетчик чистый, а пишут, что он загрязнен. И у многих возникает два важных вопроса. Первое. Почему газовый счетчик не проходит поверку? И второй вопрос. Некоторые считают, что после поверки он начинает показывать неправильно, а точнее начинает мотать быстрее. Давайте попробуем разобраться и даже что-нибудь попытаемся сделать, если это возможно. Вообще, поверка измерительных приборов это выгоднейший бизнес. Представьте хотя бы сколько у нас торговых точек, и большинство пользуются весами, и все их надо регулярно поверять. А сколько у нас бензиновых заправок, представить даже сложно. И так далее, и так далее. Короче, это супер выгоднейший бизнес, и все свои секреты они хранят под семью печатями. К слову сказать, метрологам надо отдать должное. Даже вот в 90-е, когда бардака было больше, чем теперь, когда вот, к примеру, даже в системе МВД водительского удостоверения можно было чуть ли не официально купить, даже не появляясь на экзаменах. А вот у метрологов было все строго. Ну, по крайней мере, в наших краях то, что я знаю. В общем, долгое время они были монополистами, то есть существовало одно государственное учреждение, Центр стандартизации метрологии в области, и все. А приблизительно лет 10 назад каким-то образом непонятные структуры также заимели лицензию на проведение работ по поверке измерительных приборов. И понеслось. Эти конторы нашли способ поверять те же счетчики и воду, и газ, не снимая, не скручивая их с трубы. Естественно, такая услуга стала крайне популярной у населения, потому что это было недорого, быстро, не надо было бегать с заявлениями и ждать бригаду для монтажа-демонтажа. Да и процент счетчиков, не прошедших по верку, был минимален. Возможно, это было из-за того, что счетчики не снимали, а расход замеряли с зажженными комфорками на газовой плите и секундомером. Но, тем не менее, люди были довольны. Да, и откровенный брак такой метод легко вычислял. В итоге, таким конторам в большинстве регионов такую деятельность все-таки запретили. Но, правда, ставили, так сказать, стационарные стенды у этих фирм, которые, в принципе, составляют на текущий момент конкуренцию действующим центрам стандартизации и метрологии. Вопрос. Что нужно сделать, чтобы счетчик прошел по верку с большей долей вероятности? Ответ. Первое. Ищите, обращайтесь лучше в такие фирмы. Обычно в области хотя бы одна такая есть. И второе. При сдаче газового счетчика на поверку счетчик должен быть идеально чистым. Уж очень не любят грязь поверители, особенно в ЦСМе. То есть, если ваш счетчик ржавый, помятый, ну, лучше не рискуйте. Вероятность положительного прохождения его этой процедуры резко снижается. Следующий вопрос. Почему счетчик не прошел по верку? Варианты могут быть следующие. Первое. Износился сам механизм газового счетчика. Хотя конструкция простая и надежная, все-таки пластмасса есть пластмасса. Второе. Загрязнение. Это самый любимый способ забраковать газовый счетчик у метрологов. В принципе, грязи в газопроводе бывает много. Хотя и продуваются они при монтаже, и фильтры ставятся. Но, с другой стороны, не исключено, что увидев соринку внутри, особо не влияющую на работу, метрологи действуют по принципу лучше перестраховаться. Также пускают счетчик в брак. Третье. Также возможны механические повреждения. Допустим, при демонтаже и транспортировке. Представьте ситуацию. Слесарь снимает счетчик, который уже 10 лет никто не трогал. Особенно, если они стоят на улице. Да хоть даже в коробке. Все равно влажность есть влажность. Все заржавело, ничего не откручивается. Естественно, слесарь там и постучит, и поднатужится, и может что-нибудь там и погнуть. Вдобавок ко всему, при откручивании штуцеров, большая вероятность попадания именно грязи внутрь счетчика, который впоследствии увидят метрологи. Потом товарищ, которого вы попросили отвезти, случайно уронил его и так далее и тому подобное. 4. Магниты и прочие приспособления. Если вы баловались и экспериментировали с этими приспособлениями, это вполне вероятно может повлиять на некорректную работу счетчика и как следствие на непрохождение его поверки. Самое плохое в этой истории, это то, что официально вы никак не можете доказать, что ваш счетчик исправен или наоборот крутит, по вашему мнению, быстрее, чем до поверки. Потому что любые работы на газопроводе в принципе запрещены. Это газопастные работы. Чисто для себя расход газа примерно можно прикинуть по расходу газовой плиты. Обычно в паспорте пишут мощность или расход горелки. То есть открыли 4 комфорки на максимум на 1 час, а счетчик должен за это время намотать, ну, грубо говоря, от 0,7 до 1,5 кубов газа, в зависимости от модели плиты. Так что утверждение, что метрологи умышленно как-то накручивают счетчики во время поверки, чтобы они больше показывали, ну, считаю, по меньшей мере нелогичным. Ну, во-первых, там и крутить особо нечего. Ну, и во-вторых, как вы себе это представляете практически? Есть Газпром, которому это выгодно. И он, значит, должен договориться с ССМами, которых тысячи по стране. К тому же есть еще заводы-изготовители, которых так же много по стране. С ними тоже надо договариваться. Ну, на мой взгляд, это как-то не очень реально. Вывод из данного видео и совет. Все-таки что можно предпринять практически? Если вы принципиальный человек и не согласны с выводами метрологов о том, что ваш счетчик не прошел поверку, все, что вам официально остается, это лишь отнести его к другому метрологу. То есть, или в конкурирующую контору, а еще, в идеале, лучше в другую область, ну, чтобы исключить возможность какой-то связи между этими двумя конторами. И если у вас на руках окажется два свидетельства о поверке на один и тот же счетчик, в котором одна контора признала его годным, а вторая негодным, ну, это будет хороший повод обратиться для начала в Центр защиты прав потребителей и в дальнейшем в суд. Надеюсь, данная информация помогла вам разобраться в этом вопросе. Подписывайтесь на канал.